В Якутске торжественно открыли детский технопарк «Кванториум». Это современный формат дополнительного образования, где каждый школьник сможет создать свое изобретение и найти ему реальное применение. О разработках якутских умников и умниц расскажет Александра Охлопкова. Научным достижением якутской школьницы могут позавидовать даже маститые ученые. На ее счету уже несколько разработок, множество выступлений. Еще в прошлом году Лиза Опросимова выпустила свою методичку. Однако останавливаться юная исследовательница не намерена. Мой проект первый был о дистанционном зондировании Земли. Я изучала хребет Таска-Ставод, который находится на хребте Черского. Я сделала по этому приложению учебник электронный. Открылся большой «Кванториум», где можно уже заниматься этими направлениями более углубленно. Сегодня Лиза показала одну из последних разработок. Над ней ребята работали всего полтора месяца. Первым игру оценил Егор Борисов. Для какого уровня, для какого класса ты играешь, для какого возраста? Мы считаем, что вообще много играть дети разного возраста, но скорее всего с пятого класса. Примерно так. Да. И мы бы хотели в будущем, чтобы такие приложения стояли в каждой школе. Еще одна разработка юных кениев – это устройство, которое управляется силой мысли. Над ним работали ребята из нейроквантума. Им всего по 11 лет, но их социальную разработку смело можно реализовывать. Когда ходит человек в больной, думает, чтобы позвать врача. Этот, который взлетает, нажимает на датчик касания. Датчик касания активирует кванторию. Судитель нажимает кнопку. Вызывал врача. Отличие большое нашего нейроквантума и вообще кванториума от всех других систем доказательствования, а не каких-то кружков, в том, что здесь мы создаем ребят и пытаемся их направить. То есть не просто он изобрел, показал и забыли. Изобрел, показал, нашел инвестора, выбил у него деньги, запустил производство, получил прибыль. С этой прибыли начал изобретать следующее. Сегодня к обучению в детском технопарке приступили свыше 600 школьников столицы. В кванториуме работает 8 технологических направлений. Все занятия проводятся бесплатно. Дети проходят модуль. То есть модуль составляет 3 месяца. 72 часа обучается ребенок и потом либо переходит в другой квантор, либо уходит. И вот когда места освободятся, то, конечно, мы зачистим уже там и записавшихся. Кванториум – это сеть федеральных детских технопарков. Точнее сказать, это новая модель системы дополнительного образования. Всего по стране их свыше 30. Такие учреждения строятся по поручению президента страны Владимира Путина в рамках десятилетия детства. Развиваем технопарки с тем расчетом, чтобы дети развивали себе сортовые компетенции. И по большому счету навыки управления проектами, навыки реализации проекта пригодятся в будущем. Вне зависимости от того, останется ребенок дальше развиваться по тому технологическому направлению, в котором он развивался в технопарке или нет. Во время открытия Егор Борисов обратил внимание на то, что в Якутии делается многое для развития талантливых и одаренных детей. В республике уже создана Малая Академия Наук. Открыт республиканский центр «Юные якутяне». Я дал поручение в Радиополе построить большой технический центр, который будет называться «Дети Арктики». Говорят мне, что здесь сегодня записались более тысячи детей на этот кванториум. Это очень приятно, но детей еще больше. Поэтому этот центр мы создадим в ближайшие два года в городе Якутске. Между тем, сейчас стоит задача об открытии собственной республиканской сети детских технопарков «Кванториум» в районных центрах. Также в планах строительства отдельного здания детского технопарка рядом с музейным комплексом «Россия. Моя история». Александра Хлопкова, Вадим Гонкевич, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.